здравствуй денис мы с тобой продолжаем изготовление нашего современного самолета истребителя смотри что у нас с тобой вчера получилось да мы с тобой взяли верхнюю часть основания и приклеили снизу ему вот такие вот как получилось турбины часть элемента кабины боковые части турбины нижнюю часть вот видишь если посмотришь достаточно такой уже интересный вид сегодня нам с тобой необходимо будет доклеить это кабину нашего самолета с тобой дальше нам необходимо будет приклеить хвостовое оперение вполне вероятно что в процессе нам с тобой придется необходимость будет это где-то что-то подрезать где-то что-то подклеивать значит для этого нам с тобой понадобится резец на всякий случай линеечку возьмем ну и соответственно клей ну давай с чего мы начнем мне кажется надо сначала взять и посмотреть без клея носку как у нас становится с тобой все наши детали первое что мы примеряем это мы примеряем кабину она у нас того посредине вот я смотрю я примеряю принципе в принципе у меня кабина садится достаточно хорошо достаточно плотно кабина садится достаточно хорошо есть небольшие зазорчики ну я думаю что при помощи клея это все у нас с тобой потом он как бы уйдет значит пока кабину убираем ставим в сторону давай будем примерять хвостовое оперение первое хвостовое оперение смотрю по посадочным местам чтобы посадочные места плотно входили вот здесь вот у меня где-то что-то не стыкуются требует чтобы я подрезал ну-ка другой возьму смотри вот здесь вот видно видишь вот он небольшой выступ и он у нас не садится здесь у нас плотно и вот здесь вот немножечко не садится значит я вот здесь вот чуть-чуть подрежу там у нас просто-напросто еще и клей застыл и поэтому у нас не входит аккуратно подрезаю избавляюсь от клея примеряю здесь нормально здесь вроде нормально вот здесь вот у нас не входит требуется вот это вот подрезать подрезаю удаляю и примеряю ну вот Вот, в принципе, у меня первый встал. То же самое аккуратно вытаскиваю в сторону его и проверяю вторую. То есть две мы с тобой подогнали. Так, ну, здесь картина очень похожая. То есть требуется немножечко подрезать и удалить. Если не получается подрезать на самом фюзеляже, значит, подрезай ножки на хвостовом вот этом оперейном. Я хочу как бы усилить немножечко. Так, передняя вот входит хорошо, эта входит хорошо. И вот эта прям, можно сказать, входит чудесненько. Сейчас немножечко, прям немножечко. Чуть-чуть-чуть-чуть. Все, теперь приступаем к склейке. Открываем наш клей с тобой. Чтобы засохло. Выдавливаем тоненькую линию клея. Можно взять кусочек. Хорошо размазать. И вклеиваем. Вот, смотри, как прям замечательно легла. Где-то, может быть, есть какие-то недочеты. Но ничего страшного. Сейчас мы посмотрим, что с этими недочетами мы можем сделать. Берем вторую. То же самое смазываем клеем. Вставляем, прижимаем. Выравниваем хвостовое оперение. Все, чтобы она у нас плотненькая. Смотри, какой красавец получается. Все. И устанавливаем кабину. Устанавливаем с тобой кабину. То же самое аккуратно смазываем. Вот, выравниваем. Стыкуем. Стыкуем вот здесь вот носик, чтобы более-менее плотненько. По всей длине кабинку прижимаем. И смотри, какой красавец у нас с тобой получился. Все. Отдаем ему до завтра высохнуть. Все испытания будем осуществлять завтра. Погода тем более уже хорошая. Частично сняли карантин. То есть, можно теперь выходить на улицу, можно гулять. Теперь ты можешь на улице самостоятельно испробовать запускать свои вот эти вот планеры. Я еще завтра покажу, как усилить дальность полета в планерах. Не с руки бросать, а как можно еще придумать. Ну, все. Вот он, наш красавец с тобой. Смотри, какой. Прям. Отлично. Оставляем его, чтобы он у нас с тобой подсох. Ну что, Денис, до свидания. До следующей встречи. До завтра.